Как мы уже рассказывали, 10 ноября президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства, выступая на саммите, выдвинул ряд инициатив, в том числе выработка новых подходов к развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между государствами-членами ШОС. Создание программ сотрудничества по сокращению бедности в области продовольственной безопасности, по развитию цифровой грамотности и организации сети медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии. Инициативы руководителей Узбекистана вызвали огромный резонанс в экспертных кругах. О значимости, поднятых тем, в комментариях далее. Нашим президентом в ходе его выступления была озвучена важность принятия специальной программы по обеспечению продовольственной безопасности. Ведь в условиях карантина произошло разрушение цепочки поставок продовольствия. И это, в общем-то, серьезная проблема. И мы понимаем, что, возможно, такие проблемы возникнут и впредь. И создание системы предотвращения разрушения цепочки поставок продовольствия, особенно первой необходимости, конечно же, очень важно. Надо сказать, что в сегодняшних условиях глобализации гарантом или фактором успешного экономического развития является промышленная кооперация. Ни одна страна в мире сегодня не может обеспечить производство той или иной продукции от начала до конца. Кооперация промышленная и, скажем так, разделение труда, специализация – это условия повышения производительности труда. Поэтому одним из инициатив президента стало предложение по разработке программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами стран-участниц организации. Создание необходимых правовых и организационных возможностей для бизнеса создать промышленную кооперацию не только между двумя странами, а в рамках многостороннего развития. Каждая инициатива направлена, с одной стороны, на повышение эффективности деятельности ШОС как организации, так и решение тех вопросов, которые стоят перед каждой из страной членов. Я думаю, что их реализация, без сомнения, приведет к очень важным, практическим шагам в этом направлении. Наш президент поднял целый ряд вопросов, связанных прежде всего с сегодняшним вызовом пандемии, кроме того, развитие наших экономических связей, гуманитарных связей, и упомянул о том, что мы должны и далее укреплять шанхайский дух. Речь идет о тех основных принципах, которые лежат в основе сотрудничества государств-членов ШОС. Это, прежде всего, взаимное уважение, взаимное доверие, взаимная выгода, сотрудничество, создание новой модели международных отношений и многое другое. И, конечно, одним из главных, я здесь обратил внимание, является, наряду с другими важными принципами, принцип равенства. Сегодня многие страны разрабатывают вакцину, как победить коронавирус. И наш президент неоднократно отмечал, что необходимо нам сотрудничать именно на такой равноправной основе, на основе доверия. Смысл его всех заявлений, касающихся пандемии, сводится к тому, что сегодня разрабатываемые вакцины, они делаются на основе тех знаний, которые накопило человечество в течение десятилетий, в течение столетий. Поэтому эта продукция должна принадлежать всему человечеству. И здесь надо избегать всякой политизации, что если где-то возникнет, так сказать, появится вакцина, кто-то может получить, а кто-то не может. То есть идея президента заключается в том, что все люди, все нации, все народы, они должны иметь равный доступ к тому, чтобы преодолеть успешно этот современный вызов. Одновременно надо отметить, что президент Узбекистана никогда не выступает только так, чтобы обозначить проблему. Когда он говорит, что есть такая проблема, он обязательно предлагает конкретные пути решения. И то же самое было сделано на этом саммите. Это исторические выступления, и президент охватил все основные, я бы сказал бы, измерения Шанхайской организации сотрудничества. В чем особенность выступления президента? Президент следует одной логике мирового развития. Внешняя политика является логическим продолжением внутренней политики. Борьба с бедностью президент поднял в своем послании к парламенту января нынешнего года. Хотя проблема бедности поднимается на уровне организации объединенной нации. Первая цель устойчивого развития именно касается искоренения бедности во всем мире. И здесь президент поднимает уже сообща бороться с бедностью, особенно с учетом китайского опыта. Четвертая инициатива – это борьба с пандемией, с различными эпидемиями. Пятая – это борьба с терроризмом, экстремизмом и наркобизнесом. И последняя – позиция и роль Шанхайской организации сотрудничества в решении афганской проблемы. Президент здесь новую идею выдвинул. Надо вернуть историческую роль Афганистана как мостика между Центральной Азией и Южной Азией. Инициатива президента Узбекистана, основанная на глубоком анализе современной ситуации на пространстве ШОС, на анализе тех, я бы сказал, противоречий, трудностей, проблем, которые сталкиваются все, не только страны ШОС, но и все страны мира. И в этой связи я считаю, что президент поставил программные задачи и перед ШОС, потому что в следующем году, год 20-летия ШОС, председательство в ШОС перейдет в Узбекистан. И в этой связи президент предложил проведение двух международных конференций, особенно одна из них создает место и роль ШОС в системе международных отношений, посвященный 20-летию образования Шанхайской Организации Затронства. И еще президент сказал, если мы будем вместе, будем сильны, и тогда будет сильна и Шанхайская Организация Затронства. Наш президент выдвинул еще качественную новую инициативу в формате ШОС. Это совсем новое направление, связанное с повышением социального благополучия и борьбой с бедностью в странах ШОС. Предложил разработать специальную концепцию по данному вопросу, а также организовать работу на постоянную основу механизма, который состоит из руководителей Министерства бедности, занимающихся вопросами борьбы с бедностью. Если смотреть на последние тенденции в рамках ШОС, то Узбекистан становится одним из ключевых стран организации, которые определяют не только повестку дня, но и выступать с конкретными новыми инициативами для раскрытия того огромного потенциала, которым обладает данная организация во имя процветания, повышения благосостояния и устойчивого развития всех государств, членов ШОС. Очень важная инициатива – разработать и принять план практических мер по содействию в социально-экономическом восстановлении Афганистана. Этот план предлагается принять в рамках дорожной карты контактной группы ШОС. Практическая реализация этой инициативы позволит открыть новую страницу в афганской политике ШОС. Сегодня среди стран-участниц ШОС есть общее понимание, что долгосрочный и устойчивый мир в Афганистане можно достигнуть только путем мирных переговоров. При этом процесс политического урегулирования ситуации в Афганистане должен носить инклюзивный характер. Ключевым условием является восстановление мирной экономики Афганистана. Это станет, в принципе, важным фактором обеспечения установления мира и стабильности в Афганистане, обеспечения безопасности и устойчивого развития региона в целом. Вот это общее понимание, оно было закреплено в виде консенсуса в дорожной карте ШОС, которая была принята в 2019 году, в том числе и при активной поддержке и участии Узбекистана в Бишкеке. Соответственно, инициатива президента направлена на то, чтобы перевести практическую плоскость реализации этого документа. Вовлечение Афганистана в региональные торговые и экономические связи будет способствовать стабилизации ситуации в этой стране. У людей появятся альтернативные источники доходов, появятся дополнительные стимулы для созидательного и мирного развития. ШОС есть достаточный потенциал и опыт в этой сфере. Совокупная доля ВВП стран-участниц ШОС в структуре мирового ВВП составляет 22,5%, это почти 18 триллионов долларов. Среди стран-участниц ШОС находятся крупные мировые инвесторы. Сегодня стран-участниц ШОС являются основными торговыми партнерами Афганистана. 95% всего экспорта товаров приходится на пространство ШОС. То есть это говорит о том, что ШОС уже играет весомую и важную роль в восстановлении экономики Афганистана. Практическая реализация инициативы президента будет служить достижению долгосрочного и устойчивого мира в этой стране. Позволит укрепить роль и место шанхайской организации сотрудничества в системе международных отношений в качестве ответственного субъекта, который вносит важный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности. Нынешняя инициатива нашего президента в рамках саммита ШОС говорит о том, что афганская проблема является очень актуальной и очень важной в международной повестке дня Узбекистана. Потому что когда мы говорим о Афганистане, мы говорим об обеспечении мира и стабильности всего нашего региона. И не только Центральной Азии, но и Южной Азии. Всего региона, стран, членов шанхайской организации сотрудничества. А это немалая территория, это почти 60% Евроазии, это более 3 миллиардов населения, это почти 20% мировой экономики. Здесь нужно будет подчеркнуть одну очень важную деталь. Если этот исторический шанс, который предоставлен афганскому народу, будет использован и будет принесен мир в Афганистан, то этот мир не продержится долго без восстановления национальной экономики, без того, чтобы народ не будет обеспечен работой. А для того, чтобы создавать рабочие места, в стране нужно осуществлять большие экономические, инфраструктурные проекты. Как это делает Узбекистан? На состоявшемся саммите глав государств шанхайской организации сотрудничества президент поставил в повестку дня вопрос о сотрудничестве в поддержке уязвимых славев населения, сокращении бедности в рамках программы сотрудничества организаций. С этой целью он предложил провести встречи в министерстве ведомств, ответственных за сокращение бедности. Для налаживания механизма проведения этих заседаний было предложено провести в Узбекистане международный форум для разработки программы и мер по ее скоординированной реализации. Конечно, этот вопрос был поднят и ранее. Глава государства затронул его в своем послании Оли Мажлису 24 января этого года и учредил заместителя премьер-министра и отдельное министерство. В связи с этим принимаются определенные меры. В частности, разрабатывается стратегия сокращения бедности до 2030 года. Эти вопросы нашли отражение об инициативах президента на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его предложение рассмотреть эти вопросы на следующем заседании Генеральной Ассамблеи ООН показывает, какое внимание уделяется проблеме бедности. Выступление Шавката Мирзиёева на саммите ШОС на самом деле вписывается в те последние глобальные выступления, которые проходили на крупных форумах, заседаниях ООН. Это всегда программные заявления с большим пакетом приложений для международного сообщества по разным вопросам взаимодействия. И, конечно же, здесь в первую очередь упор был сделан на взаимодействие стран в рамках шанхайской организации сотрудничества, в рамках нашего шанхайского духа. И это было подчеркнуто президентом Мирзиёевым. Из тех инициатив, которые он обозначил, одна из них сразу же была поддержана его коллегами. Это инициатива по созданию единой сети, медицинских сетей и единого подхода к реагированию на серьезные вызовы в сфере здравоохранения, с которыми столкнулись мы сегодня. И в этом контексте, конечно же, инициативы узбекского президента рассматриваются как наиболее своевременные и важные для того, чтобы воплотить их на практике и совместно реагировать на события, с которыми сталкиваются в последнее время, к сожалению, и страны шанхайской организации сотрудничества, и все страны в мире. Важно было отметить, что Шавкат Мирамонович выступил и поддержал своего киргизского визави, который впервые участвовал на подобном форуме в качестве главы государства. И эта поддержка очень важна, на мой взгляд, для Киргизии. Шавкат Мирзиёев максимально ее выразил своему киргизскому коллеге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова